Дарья Давыдова 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 кардиологического диспансера. Результатом стала защита проектов, которые могут уберечь молодежь от вреда. Проект проходит уже второй год, в этот раз в нем приняли участие 11 студентов. Наша задача, чтобы хотя бы, если хотя бы до одного человека дойдет, это уже большой плюс. В идеале это, конечно, выглядит так, чтобы ребята делились с этой информацией среди своих сверстников и, конечно, проводили различные массовые городские профилактические мероприятия. В окружном кардиологическом диспансере впервые прошла школа здоровья для родственников пациентов. Подобные мероприятия для самих болеющих проходят в стенах больницы несколько раз в неделю. Специалисты отмечают, эффект от таких встреч есть, правда, недостаточно сильный. Поэтому особое внимание медики решили уделить встречам именно с родственниками. Давая информацию только пациенту, мы на своем опыте увидели, что этого недостаточно. И поэтому мы решили проводить на регулярной основе школы здоровья не только для пациентов, но и для их родственников. Такие школы мы планируем проводить на постоянной основе по субботам в нашем центре. Поэтому мы приглашаем всех желающих. Желающих узнать больше о болезнях сердца, правильной профилактики и лечения оказалось довольно много. В зале практически не было свободных мест. Специалисты уверены, такие встречи необходимы не только пациентам и родственникам, но и всем сургутянам. В непростых северных условиях и неблагоприятной экологической обстановке сердце первым попадает под удар. Первую встречу врачи посвятили сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день это бич не только нашей страны, но и всей планеты. Это наиболее частая причина не только смерти, но и инвалидизации. Поэтому это очень серьезная проблема, над которой мы решили озаботиться, особенно в год объявленный президентом нашей страны, годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получить бесплатную консультацию эфтезиатора сможет каждый желающий во всемирный день борьбы с туберкулезом. В первой городской поликлинике по улице Студенческая 18 с 10 утра и до 5 вечера 24 марта будет работать эфтезиатор. Врач проконсультирует по всем вопросам, связанным с туберкулезом. Кроме того, в этот день специалисты сургутского противотуберкулезного диспансера проведут лекции и ежегодную акцию «Белая ромашка». Также стоит отметить, что за прошлый год уровень заболевших этим недугом в Сургуте вырос на 5-10%. По словам врачей, это связано с наплывом людей в наш регион. У нас в этом году было очень много жителей иностранных выявленных, лиц без определенного места жительства. У нас прибывшие, то есть иногородние были выявленные, то есть те пациенты, которые к нам обратились за помощью, не имеющие прописки, но прибывшие из других территорий. И за счет группы риска, основная группа риска, к сожалению, на сегодняшний день у нас лица ВИЧ-инфицированные. Вместо отдыха работы почти 900 юных сургутян на грядущих летних каникулах решили трудиться. Администрация уже подготовила 826 рабочих мест для девушек и юношей, причем 80 из них будут работать на постоянной основе. Власти сообщили, что в нынешнем году удалось сохранить трудоустройство молодежи на уровне 2014-го. Отмечу, что юные сургутяне могут претендовать на должность официанта, помощника повара, швеи или, например, рабочего по благоустройству города. Заработная плата в месяц для подростка 5-6 тысяч рублей. Добавлю, что трудовые отношения оформляются в строгом соответствии с законодательством. Подробную информацию можно узнать на сайте нашего времени. В молодежно-подростковом клубе «Югра» прошел конкурс плакатов «Разные, но равные». Было всего три номинации. «Мирное небо над головой», «Я, ты, он, она, вместе, дружная страна» и приз зрительской симпатии. Пять дней ребята, которые приходят в клуб, рисовали плакаты. Из 30 работ в финал вышли всего 15, а из них уже сами дети выбирали лучшие. Мы учим ребят быть толерантными, толерантными друг к другу, потому что наш город, он многонационален. И наш клуб, к нам приходят ребятки разной нации абсолютно. Мы учим их дружить, мы учим тому, что мы соседи, мы друзья, мы должны друг друга поддерживать, должны чтить традиции того, кто рядом. Театр «Юности Победы» в Сургу подвели итоги ежегодного городского фестиваля «Студенческая весна». Гран-при 17-го по счету конкурса взяли коллективы Политехнического колледжа и Сургутского госуниверситета. Что касается отдельных номинаций, то в любительской журналистике лучшими стали Иван Нестеренко и Антон Кургин из СПК, а также Виктория Дрягина и Елизавета Коншина из Педуниверситета. Лучшими актерами признаны команда КВН. По прекрасным обстоятельствам мы студия театрального искусства «Контакт». Среди музыкантов-любителей лауреатами первой степени назвали трио из СПК с песней «Я солдат» и представительницу госуниверситета Элеонору Носову. Среди профессионалов лучше всех спели студенты профильного колледжа, выбрав всем известную песню «7 тысяч над землей». Все-таки все его знают, все его помнят, все видели его шикарный галстук. И как бы эта песня у нас была в репертуаре, мы решили, почему бы ее не сделать. Ну да, это очень стиляжная, классная песня и не было никаких опасений. Сразу же на смену студенческой весне пришла весна театральная. Причем этот городской конкурс также для любителей и тоже проходит в 17-й раз. Открыл фестиваль коллектив первой детской школы искусств спектаклем «Синяя птица» по пьесе Мориса Матерлинка. Традиционно поддерживают конкурсы профессионалы. К себе на спектакль «Капустник» пригласил кукольный театр «Петрушка». А 27 марта в свой профессиональный праздник гостей фестиваля ждут в Сургутском музыкально-драматическом театре на спектакль по комедии «Фанвизина Недроссель». Всего до конца фестиваля на различных городских площадках покажут 27 постановок. Победители у нас награждаются возможностью поехать уже на окружной театральный фестиваль. Для нас это очень важно, чтобы было признание уже на уровне округа. Поэтому болеем за тот коллектив, который уже будет награжден такой возможностью. В битве за выход в финал чемпионата страны. Волейбольная «Газпром Югра» в пятницу и субботу сыграла на выезде с самым титулованным клубом России «Белогорье». В серии до трех побед наша команда, к сожалению, уступила два матча. Оба со счетом 3-0. Теперь у сургутян есть шанс реабилитироваться и взять реванш за проигрыши на домашней площадке. «Газпром Югра» сыграет против «Белогорье» 4 апреля. Сейчас наши волейболисты улетели в Адлер на спортивную базу, где они всегда проходят предсезонные сборы. Там команда будет работать над физикой и нарабатывать игровые связки, чтобы постараться вырвать победу у соперника и попасть в финал чемпионата России. Открытый турнир Куба «Грация» по художественной гимнастике завершился в Сургуте. Самой юной спортсменке на этих соревнованиях всего 4 года, а самой старшей – 18. Всего спорткомплекс «Энергетик» собрал под своими сводами 94 гимнастки. В этот вид спорта дети чаще всего приходят в возрасте 3-4 лет. До получения звания кандидата или мастера спорта России самые талантливые ребята проходят путь в 10 лет. И ежегодно один из этапов этого пути – Куба «Грация». Поддержать детей собрались более сотни болельщиков. Зрители – это, скорее всего, больше как родители своих гимнасток, они готовы их всегда поддержать. Ну и также очень часто приходят зрители, которые просто хотят посмотреть, чтобы потом привезти своих детей. С 10 по 12 апреля в Сургуте состоится первенство города по художественной гимнастике. Нынешние соревнования – отборочные на этот турнир. Кроме того, для спортсменок это последняя возможность показать себя перед тренерами и судьями накануне более важных стартов. Как отмечают преподаватели, большие шансы на победу и хорошее выступление у тех, кто успевает до выхода на площадку справиться с волнением. Они мне говорили, чтобы я была спокойна, чтобы все контролировала, чтобы иногда смотрела на взрослых. Я подготовила номер с обручем. Ну, когда у меня новые номера, я чуть-чуть боюсь. Боюсь, что я что-то не сделаю. Я готовилась довольно долго. Мне очень хочется занять первое место, выступить лучше всех, чтобы каждый тренер убедился, что я способна делать сложные элементы. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru У нас на этом все. Спасибо за внимание. Вечером новостей будет больше. С 24 по 29 марта выставка «Мир самоцветов». Серебро и самоцветы, украшения и сувениры из камня. Изысканные изделия российских мастеров. Выставка «Мир самоцветов». В связи с закрытием отдела кожи и меха в магазине «Адам» большая распродажа. Скидки на мужские и женские норковые шубы 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Второй этаж. Телефон 37-63-77. С 27 марта по 5 апреля в Сургуте. Гастроли цирка «Шапито». В программе. Танцы на льду с головокружительными трюками в стиле хард-экстрим. А также большая группа экзотических животных. Место встречи – площадка ТРЦ «Сургут Ситимол». Грандиозная распродажа в связи с закрытием магазинов. Скидка 50% на всю коллекцию. Терволини, торгово-развлекательный центр «Союз» и торговый комплекс «Росич». Приглашаем вип-сауну «Урарту». К вашим услугам 4 зала с финской и турецкими парилками, а также бассейнами. Мини-бар, караоке, гидромассаж, вай-фай, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1-рап-1, район Рыбокомбината. Телефон 25-16-16. Здравствуйте. Информация о погоде на 23 марта. В студии Алина Белявская. В куртке от салона «Мех и кожи» с «Олени Коллизионе». Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8, улица Лермонтова, 11, дробь 5. Погоду в среднем приобе определяет снежный и относительно теплый циклон. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 1, минус 6. Новое поступление. Коллекция «Весна-лето» 2015 года от европейских производителей. Сеть салонов «Саламандр». Приобретайте сертификаты номиналом 3000 или 5000 рублей, и вы не прогадаете. В течение дня солнечная активность умеренная, гемогитный фон неустойчивый. Атмосферное давление составит 748 мм тутного столба. Дерзкая, свободная, теплая, комфортная. Новая смелая коллекция одежды от Орби. Меняйтесь вместе с Орби и выигрывайте планшет или игровую приставку. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Стартовала акция «Переоценка ценностей». Всем заказчикам дополнительная скидка до 29 марта. Новая весенняя коллекция и невероятные скидки на зимний ассортимент. В салоне кожи и меха «Солени Коллизиони». Сургут. Ситимол. Второй этаж. На весенний ассортимент скидка 20%. Я желаю вам хорошего дня и до встречи.